Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня речь пойдет про герпес простой, обыкновенный герпес, который бывает у миллионов людей. О том, как его лечить простыми, подручными, народными способами, но точно, наверняка, и при этом не применять никакую химию. Простой герпес возникает, как красные пятнышки на верхней или нижней губе, вдоль крыльев носа, затем на этих пятнышках возникают пузырьки, ну а дальше, подсыхая, образуются корочки. Это герпес простой. Болезнь это легко заразная. Врачи обрабатывают такие покраснения и корочки спиртовым настоем аниелиновых красителей, различными мазями, в том числе гормональными, раствором энтерферона до 5-6 раз в день, ну и, конечно, назначают ацикловир. В народной медицине герпес лечат простыми способами, натуральными, безвредными, и вот один из них. При самых первых признаках герпеса, но уж если у вас он возникает, то периодически, вы знаете эти первые признаки, нужно взять и измельчить в кофемолке, либо в специальных микроблендерах соль до пудры, до пыли, обычную пищевую соль, поваренную, можно гималайскую, что лучше, и обрабатывать этой пудрой 3-4 раза в день вот это место, как бы припудривать. На следующий день останется только маленький след, который нужно будет в течение 2-3 дней, 2-3 раза в день обрабатывать спиртовой настойкой прополиса, лучше 50-60%. Ну, а настойку эту можно приготовить либо самостоятельно, либо приобрести, например, у нас. У нас как раз есть концентрат, мы ее делаем много лет. Если корочка уже образовалась, то ее сначала следует обработать перекисью водорода обычной аптечной. Для этого следует взять ушную палочку, либо ватный такой тампончик-диск, обработать. Потом высохло, обработать еще раз высохло, ну буквально это там 2-3 минуты. 2-3 раза так обработать, а потом нанести прополис. Прополис, конечно, красит, естественно, в коричневый цвет участки кожи, но тут уж что делать, да, можно в конце концов потом пластырем замаскированный под цвет кожи, такие продаются сейчас в аптеках, есть даже кругленькие маленькие, замазать места соответствующие, ну либо уже как-то выходные, либо дополнительный день на это взять, не ходить там, соответственно, куда-то на работу, школу. Тут уже это дело решать самим. Но просто это натуральный, эффективный и, главное, безвредный для здоровья человека способ. Есть еще один интересный, довольно-таки старый способ. Это обработка настойкой из проростков картофеля. Для этого нужно взять пол-литровую, скажем, стеклянную банку, насыпать полностью ростками картофеля, залить водкой, ну либо спиртом, развести его предварительно до 38-40%. Закрыть крышку, отстоять где-нибудь в холодильнике, либо подвале 3 недели, и потом просто пользоваться, обрабатывать 2-3 раза в день, буквально 2-3 дня, и пройдет герпес однозначно. Дорогие друзья, помните, что вирус герпеса, простого в том числе, хотя их бывает много форм, но об этом мы поговорим позже, так вот есть практически любого человека. Но в латентной форме, то есть скрытой. И вот какие-то факторы, которые ослабляют иммунитет после простуды, ОРЗ, гриппа, могут провоцировать переход его в активную форму, когда видите вы проявление в виде вот этих красных пятнышек, а потом корочек, волдырей. Ну, соответственно, нужно укреплять иммунитет. Значит, для этих целей я рекомендую природные антиоксиданты, мощнейшие. Во-первых, это, например, Т8-экстра с его полипринолами. Во-вторых, это, конечно же, дегидрокварцетин, мощнейшее средство. Посмотрите эти видео оба, особенно про дегидрокварцетин. Посмотрите мое видео про брокколи, проростки брокколи, микрозелень, мощнейшие природные антиоксиданты и укрепляющие иммунитет средства. Безусловно, это куркума и черный перец. Только помните о содержании куркумина в куркуме. Для этого это мое видео. Посмотрите обязательно, это очень важная информация. Кто еще не видел, смотрите. Для того, чтобы был крепкий иммунитет, необходимо, чтобы ваш кишечник был здоров. Посмотрите мое видео «Синдром дырявого или раздраженного кишечника». Но хочу рассказать вам еще один маленький секрет. Значит, для укрепления иммунитета, ну вот как минимум, хотя бы, необходимо использовать солодку. Солодка голая или солодка уральская. Возьмите 2 столовые ложки измельченных, сухих, правильно заготовленных корней солодки. Залейте это пол-литром горячей 75-80 градусов воды в термос. Настоять нужно таким образом 3 часа. И в теплом виде пить по полстакана 2 раза в день до еды можно за 30-40 минут. Таким образом, до месяца. Помните также, что хорошими противовирусными средствами, в том числе, являются чеснок, хрен, лук. Особенно чеснок, ешьте обязательно. Также я рекомендую вам посмотреть мое видео про серебряную воду. Помните, что коллоидное серебро обладает в том числе противовирусным эффектом. Да, очень рекомендую посмотреть вот это мое видео, вышедшее на втором моем канале «Жизнь на земле» про электрические три цикла, незаменимые в любом хозяйстве агрегаты. В конце этого видео я сам лично подробно рассказываю о нюансах. Ну, а на этом все. Помните, что в моих видео вы найдете ответы практически на любые вопросы. У меня много тематических видео. Просто набирайте в YouTube, например, «Фролов, сода» или, например, «Фролов, дыхательная система». Ну, или просто смотрите на моем канале в YouTube плейлисты с соответствующими видео. Ну, и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну, и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok